Привет друзья! Во что сегодня верили наши предки? Ставим лайк и поехали! Наши предки часто называли этот день воротами зимы. Считается, что с этого момента зима окончательно вступает в свои права. Теплой погоды уже ждать не приходится, впереди только стужи и метели. Введение во храм Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 4 декабря. Это один из 12 самых важных церковных праздников. По преданиям, в эту дату будущая Богородица Мария была торжественно введена в Иерусалимский храм. На тот момент ей было три года. Родители Девы Марии Анна и Иоаким многие годы не могли зачать ребенка, тогда они обратились к Господу с молитвой и дали обед, если родится младенец, он будет отдан на служение в храм. Когда дочь достигла трехлетнего возраста, родители воплотили обет в жизнь. Мария росла в храме до совершеннолетия, которое в тот период наступало в 15 лет. По достижению этого возраста девушка была выдана замуж за пожилого вдовца Иосифа. Жизнь Богородицы покрыта тайной, по большей части. Известно только, что она воспитывалась в обществе благочестивых дев, изучала Святое Писание, читала молитвы и развивала любовь к Богу, была искусной рукодельницей. 4 декабря стартовали торги, так называемые введенские ярмарки. Зачастую в этот период велась активная продажа саней. Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляниях молодожены, которые усаживались в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды. Верили в то, что по улицам на введение на санях проезжает и сама зима, которая дышит на стекла, из-за чего там образуются дивные узоры. Также это время было известно оттепелями и морозами, в результате чего дороги то схватывались, то раскисали, но это не мешало делать первые санные выезды. Говорят, что введение – это врата зимы. Во всяком случае, обычно примерно в это время на землю ложился снег, который не таял уже до самой весны. Народные приметы на 4 декабря. Если до введения снег пошел, то он растает, а после введения он напротив задержится до весны. Если снег после введения не растаял, жди хорошего урожая хлеба. Морозный день предвещает холодную и снежную зиму. Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком. Пасмурная теплая погода будет не урожай. Мороз 4 декабря лета следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа. Издалека слышен звон колоколов – будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад. Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег. Лошадь упрямится и трогается с трудом, примета к тому, что скоро снег выпадет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.